Меня зовут Пономаренко Ольга, я тренер по направлению полдэнса в студии танцев на пилоне Let's Plane. Люди — это фактор, который невозможно предугадать. Я человек очень неожиданный. Хороший вопрос. Как ты попала на пилон? Я искала для себя активность, которая позволит держать себя в форме, также эмоциональную разрядку. И в спортзале это для меня очень скучно. Мне нравятся танцы, поэтому я решила совместить. Ты когда-нибудь падала с пилоном? Да, конечно. Главное — уметь правильно это делать. Зачем люди этим занимаются? Хороший вопрос. Это классно, на самом деле. Это очень широкое направление. Здесь можно найти для себя все, что угодно. Можно танцевать, можно делать трюки, можно пойти в акробатику. И кроме того, это направление очень прикладное. Если потом захотите сменить деятельность, можно поменять снаряд, можно пойти в танцы или акробатику. Это классно. Как ты стала тренером? Мне предложили мои любимые студии. Ты любишь свою работу? Да, очень интересно. Что тебе нравится? Мне нравится, что это направление очень новое, в нем много свободы и есть возможность экспериментировать. А что бесит? Бесит невозможность построить, невозможность спланировать свою тренировку, потому что люди — это фактор, который невозможно предугадать. Если бы не пулдэнс, чем бы ты занималась? Я человек очень неожиданный. Возможно, я бы продолжала работать в банке или программистом. Кто приходит к тебе на тренировки чаще всего? Женщины и дети. Какая польза от пулдэнса? Как любая физическая активность, она делает тебя сильнее и выносливее. И плюс хореография делает тебя пластичной и рациозной. А кому нельзя заниматься на пилоне? Прямо так категорично я бы не сказала. Я бы сказала нежелательно, если у человека сильный варикоз. Это нужно очень осторожно заниматься. С другими сложностями, если боитесь, лучше проконсультироваться с врачом. Какие стереотипы ты знаешь о пулдэнсе? То, что для того, чтобы пойти на пулдэнс, нужно подкачаться. Это не совсем верно. Лучше сразу идти на пулдэнс, чтобы тренировать те мышцы, готовить тело именно к тем трюкам, которые вы хотите. Сразу это быстрее. К тебе часто клеятся парни, когда узнают, чем ты занимаешься? Это вызывает много интереса. Какие твои планы на ближайший год? Я планирую еще поучаствовать в соревнованиях. Также хотелось бы расширить свои возможности и тренировки, например, в хореографию. Это полконтент. Возможно, потом еще и к заду. Какие советы ты дала бы новичку? Если хочешь пробовать, вставай и иди пробуй. Не нужно ждать, стесняться. Мы все через это проходим. Это нормально. И не спеши делать какие-то выводы. Первые два месяца очень сложные. Телу нужно привыкнуть. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова